Обстрелы есть, потерь нет. Именно так лаконично можно описать последние сутки на фронте. Боевики провоцируют. Пользуясь перемирием, в окопах продвигаются вперед и постоянно обстреливают наши позиции, на что получают достойный ответ. Недавно в интернете появилась информация, мол на фронте хотят ввести полный запрет на ответный огонь и наказывать за него солдат будут баснословными штрафами. Но это все оказалось не более чем холостым выстрелом и фейком. Наш военкор Ирина Баглай побывала на передовой. Реальная картина на фронте в ее материале. На позициях Селезайцева у военных условный комендантский час. До передовых укрытий нужно добраться засветло, ведь вместе с сумерками начинается привычный сценарий. После полета вражеского беспилотника начинаются прострелы. Что это сейчас происходит? Стрельба идет. Вот это вот уманирует, это начинается. Опять оно полетает. Прыгнись там. Ниже, 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 ниже. Там же нету защиты у тебя никакой. Это что, по нам? Это наш только что ответ дает. Перед этим по нам было. Прицельно-то, да? Там, вот прямо и влево, там мрах. И тут уже наемники бьют из более тяжелых орудий. Это что? Это копейка? Да, это копейка. БМП-1. Вот такие разрывы. Это яркое доказательство того, как боевики нарушают режим перемирия в селе Зайцево. Стреляют из БМП-1, калибр 73 миллиметра. Пожелательно. Это наши дали ответку. В ответ бойцы стреляют по вспышкам. Это огневые точки врага. Есть же документ, где Муженко написал, что можно давать АДК. Ладно, эти. А вы видели его? Он на позиции у нас есть. В штабе АТО подтверждают вражеский огонь, свидетелями которого стали и мы. Можно расценивать как угрозу жизни. И чтобы открыть такой огонь, разрешение ждать не нужно. Командующий штабом АТО опровергает спекуляции о запретах. Недавно появилась информация, мол, за ответный огонь бойцов будут штрафовать на 35 тысяч гривен. Подкресливаю режим припинания огня, а не заборона стрельбы. Не ма дозвела. Командир принимает решение на открытие огня. Командир отделения, старший нарядов, старший спосторожного поста, принимает решение на открытие огня само си ино. Генерал-лейтенант Лакота показывает приказы и распоряжения, в которых с конца августа прописано, в каких случаях и чем могут отвечать украинские бойцы. Если в огонь выйдет по нам противник с крупнокалиберного пулемета, мы можем отвечать гранатометам, мы можем отвечать СПГ. Если он по нам наносит украинение минометами, мы можем отвечать тоже минометами, або даже артиллерии. Запрет на огонь, баснословные штрафы и тюрьма на передовой. Слухи о таких наказаниях вызывают удивление. По поводу забороны мы ничего не говорили. Вчера работала всякая стрелка дня, и с крупного ничего такого не работало. Это то, что дали добро. За штраф, за въездницу, за стрелянину говорили вам? Первый раз, если честно. На днях под оккупированный Ясиноватый Александр и его побратимы предотвратили прорыв к своим позициям. Отвлекающим огнем из пулеметов боевики прикрывали заход вражеской штурмовой группы. Соседние позиции открыли огонь. Решение принимали на месте. Ворог уже приблизился на 350 метров. Мы можем применить сбору без попереджения, на уражение и потом доповести. В той же инструкции, которую находим на позиции, огонь можно вести и по боевикам, которые возводят укрепления, продвигаясь вперед. Как сейчас, во время перемирия. Подкапывается все ближе и ближе. Ну, сегодня просто там копали, они лопатой махали. Глокоп глубокий сильно. Так не видно. А вот ответ на укрепляться нашим военным боевики не дают. Пытаются ранить или убить безоружных во время инженерных работ. Но за время хлебного и школьного перемирий в штабе АТО констатируют, потери сократились. Если в июне погибло 22 наших бойца, а 158 были ранены, то в августе 8 погибших, 78 раненых. На конец сентября убиты трое. Без потерь обошлось и этой ночью в Зайцеве. Но на рассвете боевики разбудили село, ударив с новой силой. Вот такое утро в селе Зайцево. С пяти часов утра боевики бьют по самому селу. Помимо Стрелкового уже с десяток, с несколько десятков запущено снарядов БМП-1. Приход, БМП-1. Когда обстрелы стихают, командиры обходят жилые улицы, проверяют, нет ли раненых среди местных. Все люди живы. В этот раз смертельный металл оставил след на земле среди уже разрушенных домов. Ну, приход вот был сюда, оно там видно там светливо. Но дать ответ на огонь этим утром бойцам было уже сложнее. Наемники специально стреляли из БМП из-за террикона. Там на блокпосту и прячут свои боевые машины, прикрываясь живым щитом. Ведь рядом трасса, по которой на контрольно-пропускной пункт Майорская, едут мирные люди. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности недели. Телеканал Интер. Под Мариуполем горят артиллерийские арсеналы. Вероятная причина неосторожное обращение с огнем местных фермеров, которые выжигали стерню. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на воинскую часть. Снаряды начали рваться около четырех вечера. Люди спрятались в подвалы, так как осколки долетают до поселка. А коммунальщики прекратили подачу газа. Как минимум загорелись два дома. Но огонь успели погасить. На месте создан оперативный штаб. Пожар ликвидирует три сотни спасателей и военных. Также полицейские эвакуировали около трех десятков местных жителей. Информации о пострадавших нет. Взрывается склад, снаряды разлетаются. Тут в школе здесь большой подвал. Здесь штаб работает все. То есть, кого можно, всех спрятали в подвальные помещения. Здесь в школе военнослужащие в подвале. И местные, которые ближайшие улицы, кто мог с автотранспортом, выехали в райцентр спасателей. И как нам сообщают местные жители, снаряды взрываться перестали. На территории военных складов работает пожарный танк. В пресс-службе Минобороны заявили, на место происшествия выехала оперативная группа офицеров Минобороны и Генштаба ВСУ для выяснения обстоятельств, которые привели к этой чрезвычайной ситуации. Еще одна, честно говоря, странная история, связанная с зоной ЭТО. Накануне появилась информация о том, что Европейское агентство авиационной безопасности готовит ограничения для украинских аэропортов в Харькове, Днепре и Запорожье. Мол, опасная территория слишком близка к зоне АТО. И вот сегодня появилась реакция Кабинета министров. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Амеляну совместно с Госавиаслужбой и СБУ немедленно заняться этой ситуацией. Украинские чиновники должны подготовить для европейцев все необходимые предложения и пояснения, чтобы не допустить авиационную изоляцию наших восточных городов. Ну и, пожалуй, давно не говорили о войне на востоке нашей страны так много высокопоставленных дипломатов и политиков, как на этой неделе. Судьба Донбасса стала одной из топовых тем в Нью-Йорке и на Генассамблее ООН, и во время встречи президентов Украины и США. Главный аспект, конечно, возможность отправки на Донбасс миротворческой миссии ООН. Удалось ли Петру Порошенко приблизить финальное и позитивное для нашей страны решение по миротворцам, знает Дмитрий Ановченко. Случилось! Украина официально обратилась к объединенным нациям с просьбой о миротворцах для Донбасса. Наступая на саммите за Безо ООН, Петр Порошенко против инициировать процесс создания миссии. Хотел бы подтвердить мой запрос развернуть миротворческую миссию на Донбассе. Необходимо двигаться вперед по этому пути. И чем быстрее, тем лучше. В то же время путь к эффективному миротворчеству и, возможно, урегулированию пролегает через безусловный вывод всех иностранных военных, наемников, их вооружения и оборудования из Украины. Но формальной просьбы мало. Ведь в Совбезе по-прежнему есть неприемлемый для Киева российский проект резолюции, на который, решись Москва выносить его на голосование, необходима вета от одного из постоянных членов Совбеза. И Украина такое заверение получила от Америки. Именно Штаты один из доноров фонда миротворческих операций, откуда в будущем и должно идти финансирование украинской миссии. Американские дипломаты неформально признаются по множеству вопросов внешней политики. И кто бы что ни говорил, они ждут отмашки одного только человека. Ждут, пока выскажется лично президент, лично Дональд Трамп. А в украинском вопросе ему пока было все-таки немного не до того, учитывая ситуацию в Северной Корее. Вот почему на переговорах с хозяином Белого дома у украинской команды не было программы «Минимум» или программы «Максимум» стояла четкая задача. Задача номер один – получить ответ от Трампа. И он прозвучал. Важная позиция, что Соединенные Штаты Америки полностью поддерживали пропозиции Украины, мои пропозиции, которые были озвучены еще в 2015 году о размещении на сходе Украины, на оккупированной территории миротворцев с мандатом Ради безопасности ООН. А еще разговор с Трампом был о реформах и о бизнесе, для которого, по словам Петра Порошенко, Украина сейчас максимально открыта. Товарооборот в два с половиной раза вырос. Это отметил и сам американский президент. Это правда. Это история, о которой пока мало говорят. Но, думаю, вы и сами все чаще и чаще видите. Компании очень серьезно нацелены сейчас на Украину. Они видят огромный потенциал. Вы там позаботьтесь о них, ладно? Не преувеличил ли Трамп и не выдают ли в Киеве желаемое за действительное? В ходе этого визита была возможность спросить у самих представителей крупного американского бизнеса. Мы действительно ценим то, что президент Порошенко встречается с инвесторами США. Мы занимаемся сельским хозяйством и Украина для нас очень важна. Мы готовы работать в направлении роста экономики вашей страны. Мы не первый год работаем с украинскими железными дорогами. И надеемся, что в ближайшем будущем наши поезда будут ездить в Украине, а ваши усовершенствованы при помощи наших технологий. Но деньги любят тишину. Бизнесу нужна еще и стабильность в стране. А для нее как раз необходима помощь ООН. Решение о миротворцах. Организация объединенных наций с ее бюрократическими процедурами – тот еще Мадридский двор. При любом другом раскладе можно было попытаться вносить правки в проект резолюции, но не в случае с Россией. Вариант создать компромиссный проект резолюции на основе украинской и российской тоже не пройдет. Поэтому план может быть и таким. Генсек ООН своим решением посылает на Донбасс так называемую оценочную миссию, а на основании ее выводов третья страна и вносит абсолютно новую резолюцию, у которой будут все шансы пройти совбез. Путь к ее утверждению долгий. Прежде чем миротворцы ООН появятся на Донбассе, будут еще споры и о мандате, и о полномочиях. Но, по крайней мере, после встречи Порошенко и Трампа у этого пути появились конкретные очертания. Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала. Национальная сборная Украины отправилась на игры непобежденных в Торонто. Это соревнования для военнослужащих, которые получили травмы разной степени тяжести во время боевых действий. К играм наша сборная готовилась около года. Всего на соревнования поехали 30 наших спортсменов. С рабочим визитом в Канаду и Соединенных Штатов отправился сегодня и президент Петр Порошенко. Там он примет участие в торжественном открытии игр и проведет встречи с премьер-министром Джастином Трюдо и министром иностранных дел Христи Фриланд. Вот чего ожидать от этого визита и какие могут быть приняты решения во время переговоров в Канаде? Это вопросы для беседы с Андреем Шевченко, послом Украины в этой стране. Андрей, приветствую вас. Буквально несколько коротких вопросов. Какие результаты могут быть достигнуты во время визита президента Украины в Канаду? Чего ждать от этого визита? Доброе здоровье. Две цели. По-перше, президент летит сюда для того, чтобы поддерживать особо украинскую команду на Играх Нескоррених. Это очень интересная история. Первое, в соревнованиях военных инвалидов возьмет участь украинская команда. Я думаю, что это очень мощный жест поддержки для наших бойцов, которые воюют за Украину на Сходе. Те из вас, кто поддерживает этим соревнованиями, я думаю, что у нас впереди абсолютно взорвливые истории. Очень героичные, очень драматичные, очень мощные. Но кроме того, конечно, это очень хорошая нагода для того, чтобы выставить новые задачи, новые цели в двусторонних отношениях между Украиной и Канадой. Канада – это один из очевидных лидеров в международной коалиции на поддержку Украины. Это наш настоящий друг, это наш надежный партнер. Я думаю, мы сегодня перешли до точки, где мы можем очень прагматично намалювать следующие этапы в нашем партнерстве. Понятно. Андрей, ну вот, пожалуй, еще никогда не было таких хороших отношений между нашими странами, как в последние годы. Канада – из тех стран, которые больше всего помогают Украине. Но чего еще можно достичь в отношениях с этой страной в ближайшее время? Вот, например, реально получить безвизовый режим. Мы не ожидаем на большие новини, которые касаются безвизового режима с Канадой. Это очень сложная тема для Канады. И мне кажется, что это тема для разговора, на жаль, на годы. Но я абсолютно уверен, что мы придем к безвизовому режиму между нашими двумя странами. Что реально и что сейчас на порядке денному? По-перше, это наше военно-визовое сотрудничество. Мы сегодня подписали с Канадой оборонную договоренность и достигли решения про продолжение військовой тренировой миссии Канады в Украине. И я думаю, что это тот случай, где есть реальное партнерство по зброю между нашими и канадскими солдатами. По-друге, это экономика. Сегодня у нас запрацювала зона угоди про вольную торговлю между Канадой и Канадой. Я думаю, что пришел час наповнювать ее реальными кроками. Той, кто занимается бизнесом и сейчас чуя нас, у нас реально сейчас появляется возможность выходить на канадские рынки. Я закликаю максимально этим пользоваться. Ну и, кроме того, это, конечно, тема украинской громады. Потому что есть абсолютно золотая украинская громада, которая надает колоссальную поддержку в Украине. Это визит, это возможность поспілкуваться с громадой, поддякувать за поддержку и обговорить очень конкретные проекты, над которыми громада работает или за которые собирается взяться. Это может быть встречи зрелых друзей, хороших партнеров. Между нами не просто эмоциональный связок. Мы видим очень прагматичную ценность партнеров между нашими двума странами. Спасибо за ответы. Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде, отвечал на мои вопросы. Еще одна страна, если не союзница, то уж точно один из ближайших друзей Украины – Германия. В это воскресенье будет избирать новый парламент. Ну, то есть переизбирать Ангелу Меркель на новый срок. И вроде бы сюрпризов быть не должно. Но, например, президентские выборы в США тоже же ведь называли выборами Хилари Клинтон. Многие и политики, и наблюдатели не рассматривали всерьез кандидатуру Дональда Трампа. А оказалось, что расклад на выборах был далеко уж не таким простым. Не получится ли так и в Германии? Давайте узнаем у Татьяны Лагуновой, нашего корреспондента в Берлине. Она выходит с нами на прямую связь со студией подробностей недели. Таня, скажи, могут ли на этих выборах быть какие-то сюрпризы? Или все действительно уже просто и понятно на сегодняшний день? Алексей, ну захватывающим политическим триллером немецкие выборы назвать сложно. И это понятно. Главная интрига. Кто станет канцлером страны уже давно не интрига. Если еще несколько месяцев назад казалось, что Мартин Шульц может как-то побороться за этот пост и даже сместить Ангелу Меркель, то теперь даже самые верные сторонники социал-демократов признают не получится. И Ангела Меркель с вероятностью 99,9% останется канцлером Германии еще на четвертый срок. По сути, на этих выборах немецкие избиратели будут решать, какой коалицией она будет руководить. И здесь вариантов несколько. Это все та же большая коалиция социал-демократами или союз с маленькими партиями, либералами и зелеными. И вот как объясняют секрет успеха Меркель политологи. Огромное значение имеет уверенность и безопасность в широком смысле этого слова, которую излучает Меркель. Особенно в нынешние неспокойные времена в мировой политике. По мнению избирателей, сейчас стране нужен опытный лидер, который может хорошо справляться с игроками мировой политики. И они считают, что Меркель это умеет. Но, впрочем, нужно сказать, что сюрпризов на выборах все-таки ждут от маленькой партии, которая впервые попадет в Бундестаг. Это альтернатива для Германии правые популисты, которые требуют закрыть границы и ограничить прием беженцев, выйти из всех соглашений по климату, отменить санкции против России и признать аннексию Крыма. Самые свежие соцопросы, которые опубликовались сегодня, показывают, что альтернатива для Германии вообще может занять на выборах третье место, сразу после христианских демократов и эздеков, набрав 11% голосов. Эта политическая сила в Германии считается нерукоподаваемой, и с ней, конечно, никто не собирается строить никакие коалиции. Но такой высокий результат, если он, конечно, будет, будет, конечно, тревожным сигналом о настроениях в немецком обществе. Алексей? Да уж действительно тревожным, но с этим все понятно. Тань, скажи, что обещает избирателям сама Меркель? Выборы это всегда период раздачи обещаний. Чего ждать немцам от Меркель после выборов? Меркель, конечно, обещает много, но какой будет немецкая внутренняя политика и внешняя тоже, станет понятно только после формирования правительственной коалиции, поскольку для немецких политиков коалиционное соглашение это не просто пачка бумаги. Это очень серьезный документ, над которым партии работают несколько недель, а то и месяцев. И пытаются внести в него свои главные предвыборные обещания, чтобы их потом реализовать. Так что, если, например, христианские демократы будут строить коалицию с социал-демократами, то в этом соглашении, скорее всего, появится пункт о недопустимости повышения пенсионного возраста. Это такой предвыборный конек эсдеков. Если же, например, в правительство войдут либералы, то они, скорее всего, потребуют снижения налогов. Ну а зеленые, либерализация миграционной политики и запрета дизельных автомобилей. Но все это, конечно, уже будет темой дискуссий после выборов. Алексей? Спасибо. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Германии, была на связи со студией подробностей недели.